Всем привет! Сейчас у нас будет письмо, вопрос от подписчицы, на который я дам ответ. Может быть, у кого-то что-то похожее и было тоже. Добрый день! Спасибо за ваш канал! Буду благодарна за обратную связь по моей ситуации. Мне 41, за плечами два брака есть, дочка 12 лет. Муж у меня умер в 2014 году, мы остались с дочкой вдвоем. В 2018 я снова вышла замуж, но брак не сложился. Полтора года назад мы развелись. По моей инициативе детей у нас нет, так как я оказалась в роли мамочки и бабы с яйцами, которая тащила все на себе. Я, конечно же, сделала работу над ашитуками, очень в это верю. Я в целом красивая, стройная, молодая, хорошо выгляжу для своих лет, твердо стою на ногах. В целом у меня все хорошо в жизни. В мае я зарегистрировалась на тендере и активно начала общаться с мужчинами, так как хочется любви, взаимности и мужской силы. В мои планы не входили иностранцы, но я познакомилась с парнем-турком. Ему 40 лет, живет в Стамбуле, один работает в сфере продакшна, фильм-директор, снимает сериалы. Так и получилось, что мы очень похожи с ним во многом и чувство, что мы на одной волне. Я пробежала искра, и мы как-то совпали в этих чувствах. Я живу и работаю в Москве исполнительным директором в агентстве производства контента. Плюс мой отец еще и режиссер. В общем, мы всегда с ним на связи. Он красивый, голубоглазый, с бородой высокий, очень сексуальный мужчина. Красивых баек или песен мне не поет, вульгарных или непристойных вещей не предлагает. Но в нашем общении много нежности, заботы, взаимного интереса друг к другу. Он не был женат, но были долгие отношения. Я сильно спрашивала его об этом, но он ответил, что причина, по которой они расстались, он не чувствовал себя свободным. Он живет один. Мы часто общаемся по скайпу, поздно ночью, обменяемся видео, фото каждый день и в течение дня всегда на связи. Он всегда интересует их дея, говорит, что он делает в свою очередь. Делимся музыкой, обсуждаем фильмы, общаемся. Мы совпали и ментально, и психически, и тянет друг к другу физически. Он родом из Ардахана, но с 5 лет живет в Стамбуле. Его семья – это мама, младший брат и жена, и ребенок брата. Отец у них умер. Он живет в отдельной от них. Есть машина. Они также живут в Стамбуле. Я спросила, общается ли он раньше, общался ли когда-то с иностранками. Сказал, что нет, и я первая. В целом, у меня нет поводов для недоверия ему. Я не чувствую какого-то подвоха. Но мы общаемся, по сути, совсем немного. Всего лишь 4 недели. Тут, наверное, больше вопросов ко мне. Мне так хотелось его увидеть вживую, чтобы понять, как все будет в реале. Я написала ему, что у меня скоро отпуск, я хочу приехать. Он обрадовался и говорит, приезжай. Спросил, что я хочу посмотреть в Стамбуле, какие места, чтобы он мне их показал. Предложил остановиться у него. Но я понимаю, что он работает. И сказала ему, что в целом могу позаботиться о себе. И в то же время, когда он будет занят, я буду гулять. Единственный момент, он переживает, что мне будет скучно сидеть дома, когда его не будет. А от центра его квартиры далеко. Примерно час езды. Он живет где-то недалеко от аэропорта 15-20 минут. И предлагает... Ой, я чувствую, где-то недалеко от меня он живет. Потому что мне до аэропорта 25-30 минут. Как бы не прям в моем районе где-то. Просто в другой стороне моего района. Что-то мне так подсказывает. Предлагает на те дни, что он будет работать, поселить меня в гостиницу в центре, чтобы мне было удобно гулять. Я планирую приехать в четверг, в пятницу, когда у него будут выходные. Плюс он говорит, что сможет взять еще себе парочку выходных. А после два дня вроде как можно мне и гостиницу снять. Я в центре сама погуляю. Мой вопрос. Имеет ли смысл останавливаться у него или сразу лучше заселиться в гостиницу? Ведь может быть такой момент, что в реале наша искра пропадает и нам будет неловко. Логично. Второй момент. Насколько потом будет возможно построить с ним серьезные отношения, учитывая, что я еду сама по своей инициативе в Стамбул. Спустя 3-4 недели знакомства. Ну, короче, что я сама билеты купила, да. Мы в начале общения обсуждали, что в тот же день мы встретимся, и он и я оба этого еще хотим. Насколько для него мой приезд выглядит несерьезным. Я переживаю, что если в реальности все будет так же, как в онлайн общении, то такая моя поспешность может сыграть не в мою пользу. Меня зовут вопроса, что такое вашу пользу? Сейчас мы про это поразбираем. Он не сильно религиозный, насколько я могу понимать. Он пьет алкоголь, ведет достаточно светский образ жизни. Ну, конечно, если он в киноиндустрии, там, не до религиозности какой-то особо. Там такие, вот в этом плане, незакрытые, без ограничений люди. Я тоже мусульманка, ну, светская, тем не менее, я за это переживаю. При таком раскладе возможен ли хэппи-энд у нас? Или я сделала большую ошибку, не дождавшись его инициативы в моем приезде? И раз уж я еду, возможно, сможете мне дать пару советов, как себя вести. Заранее благодарю за ваш труд, помощь таким девочкам, как я. Да, вот смотрите, немножко здесь расскажу. Ваши вопросы, именно которые вы ко мне задали, я их даже сейчас немножко продублирую, да. Насколько для... мой приезд выглядит несерьезно. Насколько я выгляжу легкодоступной или поверхностной, назовем так, да, этот вопрос. Я переживаю, что если я в реальности все будет так же, как онлайн в общении, типа хорошо, то такая моя поспешность может сыграть не в мою пользу. Вот смотрите, это парочка вопросов. Это вопросы самооценки вашей. Как меня оценят? Как на меня посмотрят? Какие выводы вам не сделают? И вы уже сейчас эти вопросы задаете. Это ваша натура, это ваш характер, это вообще на самом деле ваши травмы. Вы уже сейчас боитесь того, что вам будет дана оценка или, например, вас ответнут по ней. Эти моменты самооценки, чем они для меня здесь важны? Почему я на них акцент делаю? То есть вам важна оценка вас, вашей личности, чтобы вас принимали, любили, безусловно. Это нам всем важно. Это говорит о том, что у вас этого в жизни не было. Также вам важно, вы очень боитесь, у вас проблемы сейчас с доверием, поэтому вы на таких кошачьих лапках мягких. А как себя вести? А какую мне маску надеть? А надо было ждать? И что-то я сама предлагаю себе, что я еду и так далее. Вот смотрите, если у вас такое легкое общение в интернете, все в порядке, и вы можете, например, себе позволить эту поездку, и у вас с этим проблем никаких нет, вы сами себе распоряжаетесь, едьте спокойно, не заморачивайтесь. А вот останавливаться в его квартире я бы не посоветовала для первой встречи, это 100%. У меня об этом даже отдельное видео было просто о технике безопасности. Здесь дело не в искре какой-то. Это абсолютно незнакомый человек. Что у него на уме? Маньяк это или нет? Серийный убийца или кто-либо еще? А может, у него вообще, вы не знаете, проблемы с наркотиками или с алкоголем, выпивающим? Просто в этой сфере я знаю людей из такой среды, где он работает. Там очень многих проблем 100% с алкоголем у большинства. Они потому что творческие, эмоциональные, такие всевзрывающиеся, непостоянные. Они очень многие в депрессиях, очень многих проблемы личностные. Там и нарциссов очень много и так далее. Там очень много проблем с алкоголем и с легкими какими-то наркотиками. А вот вы не знаете о нем это. И я к тому, что это выглядит, может быть, в интернете безобидно, но неизвестно же, какой масштаб, да, вы только в шину айсберга видите. Просто чистый, тупо безопасности своей. Я бы, если была на вашем месте, поехала бы сразу жить в отель. А уж если с ним все в порядке, прекрасно, вы потом будете решать, куда ехать, что, как. Вот так это должно быть. И здесь же сразу проблемы с самооценкой, которые именно вас тревожат, вопросы. А правильно ли я поступаю, а не быстро ли я, а не сама ли я предлагаюсь, и не на храпом беру, и так не тороплю ли я события. Вот сделайте сейчас эту дистанцию, остановитесь и поселитесь в отеле изначально. Никто, ну честно, давайте будем с вами взрослые люди, никто, как бы правильно выразиться, не мешает ему, если все будет прекрасно, снять так же номер или подселиться к вам. Вот на то, если уж пошло. В чем проблема-то? Если это предложение про квартиру, он не давал деньги на билеты и вот все прочее, тогда это желание, ну естественно, понятно, но сэкономить каким-то образом и не платить вам за гости не два дня, а четыре там условно у меня поживешь. И вот чтобы у вас была своя позиция, свою я, он должен сказать, нет, я хочу все шесть дней. Прямо скажите открыто, в чем проблема? Скажите, я тебя еще не знаю, у нас все так классно, замечательное общение, вау, я довольна. Но я же тебя не знаю, и ты должен меня понять, я же девушка, я же в другом городе, в другой стране вообще. Мне опасно и так далее. Дистанцию вы слишком быстро сливаетесь, да, с ним. Но это не только по вашей инициативе, человек сам к этому располагает. А здесь в этот момент, если вы моя подписчица, да, вы знаете, я всегда говорю, кто очень быстро дистанцию сокращает, чересчур быстро, там есть какие-то проблемы в характере, в человеке, вообще какие-то проблемки есть, которые надо быстро обойти. Человек быстрее сокращает дистанцию, вас к себе привязывает, серьезные отношения обещает или так далее, неважно, в общем, как, что. Но это происходит для того, чтобы вы не успели распознать какие-то проблемы. И вот я вижу здесь проблему с личной границей, безопасности, вы должны остановиться в отеле. И безопасные, и правильные личные границы, и дистанция, и все прочее. И сразу и проверите все, и посмотрите. Но это слишком удобно получается, понимаете, зачем вы правильно говорите, зачем вы идете в руки, это не говорит, что он все испортит, нет. Если у вас с ним все нормально, нормальный контакт, у вас с ним все в порядке будет. Но проблема будет в том, что он ни за что не платит, он будет вам оплачивать поездки по городу, бензин на машину, кафе, ресторан. Но, блин, извините, в Турции это не предел мечтаний. Это все делают мужчины, это ничего особенного. Когда мне девочки пишут, я сама купила билеты, я заплатила гостиницу или тур, а он там все оплачивал, ресторан, и мы гуляли. Да, блин, и здесь это нормально. А экстра плата за вас, его вложение финансовое, когда он вам и билеты, и отели оплачивает. Вот это показательно. Потому что он по ресторанам водит, и все по ресторанам водят. Простите, вы вообще мои видео все смотрите, вспомните, пожалуйста. Наверное, надо обновлять историю. Давным-давно, года три, может, назад, у меня больше было видео о том, что турки зовут в ресторан друзей, не отношения. Когда приносят счет, дерутся, кто будет оплачивать. Если ты пригласил, ты оплачиваешь другу. Это дележка вот этого счета, кто заплатит. А тут она радуется, что ее повели по ресторанам. Я сама прилетела, он у меня, это нормально вообще-то, он и другу своему заплатит. И соседом пойдет, он за него будет стараться платить. Это весь в нормах, в культуре, в воспитании. У нормальных, приличных людей, назовем так. Так, больше для вас, как для иностранки, показательны билеты, отели, вот эта вся история, организация вашего, у кого-то здесь пребывания. Если мы говорим про серьезное намерение, вот в моем мнении, да, мой опыт, как у меня с мужем было, мое, я не говорю, что так у всех должно быть, у всех разные финансовые возможности. И вот здесь уже позовемя, да, если мы берем среднестатистического, нормального, достойно зарабатывающего, не нищенский, живущего турка, который хочет произвести впечатление на иностранку, на женщину, он где-то издалека, может быть, и турчанка, но из другого города, например, да, когда он заинтересован в женщине, он действительно нравится, он ее рассматривает для серьезных отношений, готов на нее тратиться. Пример чисто мой и моих каких-то подружек, знакомых, все очень просто. Наплачивает билеты, заботится о том, где ты здесь живешь, оплачивает твое питание, ваши походы, гуляния, что-то тебе здесь нужно, и уезжая, он тебе, например, еще может подарить какие-то подарочки, гостинцы купить, или если там скромно как-то на расстоянии еще, он не уверен в отношениях, ну, какой-то там мини-сувенир, все, ну, окей, можно без сувенирчиков, что-то такое. Но вот твой прилет, нахождение здесь питания, это вообще норма, блин. У меня больше вопросов, если он начинает 50 на 50 билеты, значит, у него нет денег на полный билет, если он так пойдет, для него это большие траты. Не может привезти там ресторан еще куда-то. Ну, короче, или там пополам счет с вами делят, или говорят, ты плати то, а я это, или ты сама вообще за себя. Вот турок, который хочет произвести впечатление на женщину, неважно, и турчанка, и иностранка, он ей не позволит никогда в ресторане достать кошелек. И это норма здесь. А давайте от противного пойдем. Если здесь турок позволяет на свиданиях девушке достать кошелек, на него вот так, блин, будут смотреть. И это вообще-все много вопросов возникнет. У самой турчанки, турчанка вообще не знаю, но вряд ли она пойдет на второе свидание, если он уж сильно ей так нужен. Я вообще здесь не знаю истории, чтобы турок предлагал за себя где-то платить, или 50 на 50, если это просто не принято. Или бы у него вообще нет денег. Тогда дружок, сиди дома и не ходи на свидание. Женщин себе, ну, как в том плане, что у себя нет финансов женщине что-то там, да, сводить куда-то, а что ты хочешь тогда? Сиди копи деньги или иди работать, зарабатывай больше. Тем более иностранку, из-за далека, билет, вся история. Короче, это вечная тема. Касаемо вашего вопроса, хочу так сказать, селитесь, пожалуйста, вот моя рекомендация личная, как человек, селитесь в отель, держите дистанцию, это ваш отходной путь. Не надо, как сказать, идти смело самой в руки, пожалуйста. Предложите ему эти шесть дней гостиницы, оплатите ему. Вот и проверите его финансовое состояние на этот момент. Прямо объясните, мне так безопаснее, я тебя не знаю. В чем проблема? Это очень даже здесь это ценится. Мой вы, мусульманка, вы это все понимаете в плане религиозном, скажем так, этому воспитанные, обученные. Хоть вы живете там, да, в Москве, но вы понимаете, о чем, да, речь? Вы это скажете напрямую, но он вас больше уважать за это будет. Некую дистанцию поддержите, пусть это оплатят. Все прекрасно будет. Не надо к нему домой ехать. Никто ему не мешает пожить с вами в гостинице в своем родном, хоть и городе, 4 дня в гостинице с вами, ну, например, а не у него дома. Что у него дом, сгорит, что ли? Ну, закрыл квартиру и ушел. В чем проблема? Вообще проблемы никакой не вижу. В общем, пишите ваши комментарии, что вы автору письма посоветуете, как поступить правильно, может, вы были в подобных ситуациях. И еще хочу сказать, что у меня есть почта в инфобоксе. Если вам нужна моя консультация как психолога, пишите на почту. Если вам нужен англоязычный риэлтор или документ оформления Стамбуля, тоже на почту. И напоминаю, что в июле у нас будет с вами марафон на свободной теме, 4 прямых эфира. Информация скоро появится, скоро вам я засниму. Спасибо за внимание, всем пока.